МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Футбол очень много для меня значит. Это моя жизнь. Увлечение футболом позволило тяго избежать участи, постигшие многих его сверстников. Молодые люди слоняются по улицам, другого-то занятия нет, они начинают употреблять наркотики, порой становятся преступниками. Усилий различных ассоциаций не хватает для решения многочисленных социальных проблем. Государственная политика очень слабая, средств не хватает. Когда мы приезжаем на места, то убеждаемся, насколько сложная их ситуация. В этих кварталах все не так красочно, как на берегу океана. Многие подростки отправляются туда, в оживленные кварталы, чтобы заниматься проституцией. После захода солнца город меняется. Долго искать не нужно, чтобы убедиться в том, что Форталезе имеет репутацию бразильской столицы секс-услук. Проституция здесь неотделима от другого явления, сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Наплыв трех миллионов туристов из других городов Бразилии из-за границы на футбольный чемпионат только обострит ситуацию, говорят в региональном центре поддержки защиты детей. Сексуальная эксплуатация – очень комплексный вид преступления. Чаще всего речь идет о целой системе, в которую вовлечены многие действующие лица. От работников гостиниц и таксистов до государственных служащих и полиции. Проституткам запретили приближаться к стадиону. Однако именно там наша съемочная группа и встретилась 17-летней Дайаной. К нам часто цепляются полицейские, пытаются отнять наши деньги, оскорбляют нас, требуют взятку, чтобы отстать от нас. Работники многочисленных мотелей – откровенные пособники проституции. Они закрывают глаза на то, что их клиенты возвращаются в свои номера ночью в компании несовершеннолетних. Но кроме мотелей существуют и другие варианты. Иностранцы, которые ищут несовершеннолетних, часто не останавливаются в гостиницах. Вместо этого они покупают турпакеты, в которые входит аренда домика на пляже и так называемые сопровождающие лица. Они идут на пляж, у них там есть домик, в котором их уже кто-то ожидает. Посредниками в эксплуатации несовершеннолетних часто выступают сами родители детей. Речь идет не только о том, что иностранцы ищут себе детей для сексуальных развлечений. Проблема также в том, что очень бедные семьи с хорошими сыновьями и дочерьми приобщаются к этому процессу. Семьям за это платят или предлагают то, что может их заинтересовать, только бы те помалкивали. Некоторые местные союзы, такие как Вира Вида, внесли вклад в социальную кампанию против эксплуатации несовершеннолетних. Инициатором проекта стало бразильское правительство при поддержке Евросоюза. Соцработники ассоциации Вира Вида помогают бывшим проституткам интегрироваться в общество. Координатор проекта считает, что реабилитация девушек будет неполной без наказания тех, кто принуждал их заниматься проституцией. Конечно, есть случаи, которые расследуют. Однако большинство дел остаются в архивах. О них забывают, виновников не наказывают. Мы живем в обществе, где сексуальную эксплуатацию часто не считают преступлением. По данным федеральной полиции, 250 тысяч детей вынуждены заниматься проституцией в Бразилии. Причиной чаще всего являются бедность и наркотики. Я занимаюсь проституцией уже три года. Я увлеклась наркотиками, поскольку за зелье нужно платить, я и пошла на панель. У меня есть отношения с иностранцами, но о деталях говорить не стоит. Здесь будет просто катастрофа. Футбольный стадион находится в месте, где ведется война наркодельцов за господство. Незаконный оборот наркотиков и сексуальная эксплуатация тесно связаны, и это еще больше ухудшает ситуацию. И еще пару слов. Большинство девушек и мальчиков, которые занимаются проституцией в районе стадиона, мечтают о европейцах. О, я встречу грингу, который увезет меня к себе, женится на мне и так далее. Они грезят о том, чтобы выкарабкаться из ситуации, в которой находятся. Я бы хотела, чтобы этот кубок мира помог всем местным девушкам. Мне бы хотелось найти кого-нибудь, кто помог бы мне. Я бы очень хотела найти иной способ зарабатывать деньги, чтобы кормить дочку. На панель Даяны выходит уже 4 года. Она согласилась показать нашей съемочной группе свой дом, который находится в трущобах поблизости от стадиона. Этот день стал почти праздником. 16-летняя сестра Даяны только что вернулась из роддома с ребенком, которому всего два дня. Это ее третий ребенок. Даяне, которой всего 17, приходится заботиться о семье, состоящей из восьми человек. Кроме сестры и стремя детьми, у нее самой есть дочка и три брата. И все они ютятся в бараке в двух крошечных комнатках. У меня нет выбора. Все, что я могу делать, это находиться на этой проклятой улице, чтобы хоть как-то прокормить моих братьев и мою дочь. Ее отец ушел. У девочки никого, кроме меня, нет. От моих родителей пользы никакой. Они не помогают мне вообще. Мне было 13, когда я вышла на панель. Я уже прошла через многое. Перед тем, как сесть кому-то в машину, я испытываю сомнения, садиться ли. Но в конечном счете я это делаю. Потому что если я не поеду, то тарелки у моих братьев будут пустые. Им нечего будет есть. Конечно, все это очень рискованно. По телевизору показывают агрессивных типов, способных убить. И если с вами что-то произошло в машине, то уже никто вам не поможет. Каждодневный риск, опасность и страх. Даяна мечтает о том, чтобы у ее детей была жизнь лучше, чем у нее. Я не знаю, я соглашусь на все. Жизнь, которой я жила до сих пор, это не жизнь. Я приму любое предложение о работе, лишь бы я могла прокормить мою дочь и моих братьев. Продолжение следует...